Гимном Российской Федерации открылась торжественная церемония вручения именных стипендий губернатора Московской области и главы Ленинского городского округа. В зале Дыши и Видного настоящий золотой фонд. Ребята приехали из всех уголков муниципалитета. Поприветствовал юных гостей Алексей Спаский, который пожелал подросткам не останавливаться на достигнутом, а всегда стремиться к большему. Это такой колоссальный источник энергии, которой сегодня можно подпитаться для того, чтобы независимо от того возраста и чем ты занимаешься, дальше как-то с ускоренной энергией побежать, творить добро и делать Ленинский округ лучше. Стипендии вручаются уже 14 лет. Подряд за это время ее обладателями стали почти тысячи самых талантливых и достойных ребят. Спортсмены соседствуют с художниками, певцы-танцоры, с победителями различных олимпиад. И все они в свою очередь подготовили общую благодарность от стипендиантов. Ивану Данилову выпала почетная миссия вручить главе Ленинского городского округа символическую звезду. Уже несколько лет молодой человек в рядах детско-юношеского движения Юнармия. В этом году Иван Данилов занял первое место на областном конкурсе «Я – наследник победы». Его видеороли, главным героем которого стал ветеран Великой Отечественной войны Борис Канельский, признали самым интересным. Однако молодой человек видит свое будущее не в творчестве, а в физике. И потратить стипендию, а это 10 тысяч рублей, он собирается на учебу. Я их уже распланировал, так скажем, на дальнейшее образование свое. Вот впереди, так как я являюсь учеником 11 класса, впереди единый государственный экзамен. И хочется как-то подготовиться по максимуму. Поэтому я думаю, что я потрачу деньги на образование. Талант, конечно, дается от рождения, но без помощи семьи и чуткого руководства педагога или тренера – никуда. Сразу две ученицы, преподавателя по классу эстрадного вокала детской школы искусств «Видного» Натальи Малой, стали обладательницами тепломов. Безусловно, это дает большой стимул к движению вперед. И самое главное, когда они видят, что все их результаты, заслуги, победы отмечаются еще и на высшем уровне нашим руководством, то это, конечно, стимулирует их еще больше трудиться. Ирина Исаева занимается вокалом уже шестой год. Три из них в ансамбле «Эврика» под руководством Натальи Малой. За это время она много раз становилась победительницей различных конкурсов и фестивалей. Но сегодняшнее признание для девушки особенное. У меня есть в комнате уголок, так сказать, полочка, где стоят все мои награды. Я поставлю эту награду в центр, чтобы все видели. В этом году в заветном списке 58 фамилий. 8 человек удостоены стипендии от губернатора Московской области, 50 от главы нашего муниципалитета. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.